Когда началась война, где-то, наверное, через месяц, Инга записала ролик в машине, в растрепанных чувствах, сидела там, плакала, на английском языке. У меня есть этот ролик на канале. Ну, там, собственно говоря, даже дело не в языке английском, оно понятно и так, о чем она говорит. Не надо особых познаний каких-то иметь, как у меня там четыре языка я знаю. И, ну, как знаю, я нормально разговариваю на четырех языках, а вот пятый у меня, конечно, слабенький, не немецкий. Потерял я его. Он у меня был приличный, но это было давно еще, до эмиграции, когда я жил в Германии. Ну, а за эти 23 года, конечно, он пропал. Ну, восстановить я, конечно, смог бы при необходимости. Вот. Так что, конечно, там понятно, как она переживает, плачет. Ну, и в конце она им сказала, пошли вы все. Ну, в смысле, русский. Вот. Понятно, куда она их послала, по-английски. Хотя для нее это нетипично. Девчонка у меня Инга серьезная, оперная певица, у нее там школа, ну, все дела. Ну, а тут, конечно, нервы. И я ей как-то позвонил тогда, а она так тяжело говорит. Я говорю, а что у тебя? Она говорит, ты знаешь, я ее ферричета называю. Ну, она когда маленькая была, совсем маленькая, у нас маленькая комнатка была, и в этой комнатке стояла ее кроватка, и по бокам кроватки стояли колонки. Вы уж помните, там раньше, кто меня слышит, сейчас такие 35 язвки. Вот. Ну, и вот между этими колонками, комната совсем маленькая была, метров 9, наверное. И в кроватке в этой она стояла, а у меня там еще вертушка была, магнитофон. Ну, и, короче говоря, итальянцы. Она 80-го года. И вот в то время, значит, итальянцы, вся эта мода, ферричета, ферричета, альбина Романа Пауэр. Ну, помните, хорошая песня, счастье. Ферричета. Ну, и вот она вот так вот все, кругом же музыка, у меня там день и ночь музыка. Потом она стала оперной певицей, я ее учил всю жизнь в Харькове. Вот. А потом, значит, вот так она в кроватке все там стояла, еле-еле держалась, и головой так кивала, и все время ферричета, ферричета. Ну, и в результате вот так девчонка и выросла. Она первое слово в жизни произнесла ферричета. Ни мама, ни папа. Ферричета. Альбана и Рамина Пауэр. Ну, помните. Знаете? Вот. Ну, и вот я ей позвонил. Говорит, ферричета, что ты там так тяжко разговариваешь? Она говорит, ты знаешь, пропал голос. Я говорю, ну вот. Не, ну я все понимаю, конечно. Она говорит, не могу разговаривать. Сел голос, сел сильно. Петь, говорит, конечно, вообще я не знаю, буду или нет. Ну, я слушал, там тяжело. Ну, мы сильно переживаем. Я первые месяца три вообще не спал, не мог спать. Ну, не об этом речь. Ну, и я ей говорю, ну, Инга, ну, понятно, все понятно. Я говорю, ну, я ей говорю. Ты знаешь, ферричета, говорю, ты не расстраивайся. Наступит день. Вот, и мы с тобой обязательно не только споем, но и станцуем. Ну, это такая шутка. Я хожу, ты с трудом. А то я станцую. Вот. Ну, я с 56-го года рождения. Ну, и она тоже улыбнулась, говорит, да, ты станцуешь. Я говорю, Инга, ну, поверь мне на слово. Я говорю, мы обязательно с тобой, когда Украина победит фашистов, мы обязательно с тобой споем. Обязательно. И станцуем, обещаю. Ну, вот идет весна. Идет. Скоро все подтает. Скоро все подсохнет. И в СССР пойдут в бой очищать от паразитов фашистских, рашистов фашистов, очищать свою ныненькую Украину. Я тут смотрю по телевизору, ну, по интернету. Там у меня смарт-ТВ, я там щелкаю. И у меня много сайтов. Я очень внимательно отслеживаю ситуацию, сколько сейчас оружия. Какое оружие? Там эшелоны, корабли. Хорошие пары у меня там есть таких крутых сайтов. Наши, канадские. И вот они там показывают, рассказывают, сколько там танков, самолетов. Ну, все, все, все. Вот так в двух словах не скажешь, надо посмотреть. Я поражен. Столько оружия тяжелого. Там по странам есть рубрики. Там Канада наша, Кеннадо. Ну, европейские. Ну, во первом месте американцы по поставкам. На втором, кстати, поляки. Молодцы. Я свободно по-польски. Раньше вообще свободно разговаривал. Сейчас, конечно, не так. Ну, нормально. Я запросто могу общаться. Понятно, что не очень. Но меня понимают. Я понимаю. Что еще надо? Ну, конечно, на третьем, кстати, немцы. На четвертом, по-моему, Чехия, если я не ошибаюсь. Ну, и там и канадцы, я говорю, показывают там свою тягачи. Ну, много, много. Все странные, конечно. Но я о другом. Сколько оружия. Это обалдеть, конечно. Поля заставлены техникой. Корабли плывут, разгружают. Ну, я радуюсь. Я честно говорю, радуюсь. Я и раньше говорил, у меня есть ролики, я записывал, говорил, конечно, Украина победит вообще. Без вопросов. Не обсуждается. Ну, тяжело, конечно, все это будет, понятное дело. Много крови прольется. Много матерей останется без сыновей. И жен без мужей. И дети без отцов. Ну, что делать? Ну, что делать, ребята, братья, родные украинцы? Вы понимаете, ну, так сложилось. Ну, так история пошла. Давно-давно, тысячи лет. Ну, не повезло с соседом. Все правильно, я понимаю. Ну, ничего не сделаешь. Надо, ну, я не знаю, как это сказать, но... Ну, надо, надо, конечно, разбить эту шоблу. И начать катать новую историю. И все будет нормально. Вы обязательно победите. Весь мир за вас. Весь цивилизованный мир за вас. Ну, урашки, ясное дело. Будущего нету. Сгинет она вообще. Так же, как президенту. Сейчас этому чудо-президенту выписали ордер. Вот так вот это все выпишут на всю страну. На все это быдло массу. Будут они там потихоньку лежать где-нибудь в Канаве. Им это не привыкать. Ну, а у вас все будет нормально. Хотя будет тяжело, конечно, ясное дело. Но все обойдется. Но все обойдется. Достойно. Хотя, конечно, вопросов навалом. Никого толком даже не посадил. Ну, бог с ним. Сейчас я, в общем, как бы это понимаю. Сейчас война. Сейчас заниматься какими-то внутренними там посадками. Надо просто назначать кого надо и все. Ну, а потом, потом разберутся. Я думаю, обязательно разберутся. Народ придет с войны. Они не дадут там этим разгуляться. Пророссийским этим всем силам. Я думаю, все будет нормально. Но будет тяжело, конечно, безусловно. Ну, и, конечно, в Украине надо какой-то блок создавать. Я не знаю, там, НАТО, не НАТО, или аналог какой-то НАТО. Типа там Англия. Ну, типа. В общем, это им виднее. Но я так понимаю, что какой-то блок, конечно, нужен. Чтобы они реально в случае чего-то больше, Англия. Ну, вот в таком плане. Не знаю. Может быть, Америка с ними заключить, двухсторонний какой-то. Ну, как у них же есть куча стран, с которыми они двусторонние. Ну, там, Япония, например. Ну, что-то по этому принципу. Вот. Ну, я в общем-то тут подъезжаю. Сейчас тут Ирина моя, с которой мы давно уже живем. Страшно подумать, сколько. Ну, всю жизнь. С 79-го года. Вообще, я с ней знаком с 77-го. Вот сейчас она тут с Берри, она тут едет ее. Ну, она у Инги была там, проведывала. Так что я сейчас приеду ее, заберу. Ингин муж тут ее подвезет. Может, они уже и приехали, я не знаю. Она мне позвонила, говорит, мы выезжаем. Тут ехать минут 20. Вот отсюда. Вот где я нахожусь, минут 15-20. Берри. Хороший город. 100 км от Торонто. Курортная зона. Огромное озеро. Рыбалка. Такие природы. Такие леса. Такие озера. Марины. Яхты. Ну, с ума сойти. Жилье дорогое. Ну, лет 15 назад жилье было дармовое. Там можно было и за 150, и за 200 купить. Ну, а сейчас, конечно, как везде. Одна история. Цены жуткие. Ну, тоже миллионные цены. Вот. Так что городок хороший. Хотя тоже публика поменялась. Когда-то там вообще одни только белые канадцы были. Сейчас там много дружбы народов. Ну, они нормальные все. Они ничего плохого никому не делают. Работают. Дома вот эти. Все как положено. Вот такие горы снега. Ну, это когда чистят, они так нагребают. Вот. Так. Ну, что-то я их не вижу. Еще не подъехали. Это люди приезжают сюда, ставят машины, а потом уже другим транспортом добираются до Торонто. Гоу-трейн. Гоу-трейн. Да. Ага. Ага. Я проехал и не заметил. Вот Ира моя машет мне. А вот ихняя Абдюха. А у них три машины. Ну, вернее, у Роджера две, а у Инги одна. Хорошие все машины. Ну, у него вот это Аудио, а вторая у нее Бьюик. Пойду кулок отдам. Да. Ура-ура. Ура-ура. Ура. Субтитры сделал DimaTorzok